Конечно. У вас очень красивые волосы. Спасибо. И брови. Очень красивые. Как приятно. Очень. У вас голубые глаза и очень светлые волосы. Ну, русые волосы. Русые. Почти как у вас, Регина. Наверное, преображается мир вокруг. Я так громко сказала, но по большому счету ни много, ни мало. Это именно так. Я еще один секрет вам расскажу. Ну, как секрет, такая интимная довольно вещь. Просто я в публичном пространстве об этом ни разу не говорила. Я думаю, что Борис не обидится. Может быть, ему даже будет приятно, если я это расскажу. В августе мы с ним встретились. И у нас был разговор. И в результате этого разговора он мне дал один совет. Он мне рассказал про святого Спиридона Тремяфунского. Борис сказал, это удивительный Аня святой. Ты даже не представляешь, как это прекрасно. Вот, ты знаешь, есть такое. Когда ты усердно молишься кому-то, например, читаешь Акафисты 40 дней подряд, то приходит помощь. Ну, короче говоря, Борис мне не просто посоветовал, он мне еще икону подарил Спиридона Тремяфунского. И рассказал о том, что в храме на Брюсовом переулке у нас в Москве есть его чудотворная икона. Посоветовал мне туда съездить. Короче говоря, я сразу же приступила к делу. Вы съездили туда? Я начала читать Акафист. Где-то через неделю или через две я попала в храм. И потом старалась каждую неделю туда хотя бы один раз приезжать. В последнее время я уже, наверное, недели три, честно говоря, там не была. Что плохо и неправильно. Я вот постараюсь исправить это в самое ближайшее время, в самые ближайшие дни. Но я читала Акафист. И Регина это потрясающе. Вы понимаете, что если бы я не попала на Спас, и я бы не начала тогда читать Акафист Спиридону Тремяфунскому, я бы не узнала, что чудо, оно прямо рядом с нами. Вот, оно, это вроде бы абсолютно понятная вещь для любого верующего человека, потому что он живет в этом мире. Ну, короче говоря, мне кажется, что Спиридон, святой Спиридон мне ответил. Впервые со мной случилось чудо в Красной Поляне. Я поехала в августе в отпуск отдыхать. И была чудесная погода, все прекрасно. Я ходила в горы, а потом через несколько дней ко мне приехала подруга. Она там никогда не была. Я подумала, что ее надо обязательно свозить туда на самый пик. И мы поехали на подъемнике. Но нас предупредили, что на вершине горы начинается большой дождь. Я решила, что это ерунда. Подумаешь, дождь. В итоге, когда мы добрались до самого пика, там просто случился ужаснейший ливень, от которого скрыться было невозможно никак ни при каких обстоятельствах. Надо учесть, что внизу в долине было около 30 градусов. И многие люди, те, которые не понимают, что такое горы, они поднимались на самую вершину. Вот практически в шортах, в майке и все. Когда начался этот ливень, похожий на вообще непреодолимую стихию, там температура опустилась до 16 градусов. Вы представляете, что такое было 30, а теперь 16. И вот подавляющее большинство людей просто там в шортах, в шлепанцах и без одежды. Да, просто не очень приятно, там скрыться негде. Это ливень, который идет просто градом, стеной, и ты промокнуть можешь буквально за 1-2 минуты, и будет холодно, ты простудишься. А все, естественно, боялись и до сих пор многие боятся коронавируса. В общем, это какая-то катастрофа. Ввиду очень серьезной опасности, гроза, остановили этот подъемник. Там собралась огромная масса людей, мне кажется, было тысячи полторы, честно. И уже началась паника, дети начинали плакать, люди не знали, что делать. И очередь шла, 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 шла. И буквально, когда простояли мы минут 45, наверное, под этим дождем проливным, при такой температуре и в таких вот условиях. И вот детей особенно было жалко, и вот этих мамочек, которые переживали. Когда мы уже подошли к подъемнику и должны были садиться, вот в этот момент, кстати говоря, сказали, что он останавливается как минимум часа на два. Вы представляете, что такая самая вершина горы, там 2,5 тысячи метров. Ничего нет, просто чистое поле. Идет этот дождь, 16 градусов, и люди раздетые все. Это было очень страшно, честно говоря, хотя вот так, когда рассказываешь, не очень понятно. Я подумала, что так не может быть, чтобы никакая помощь не пришла. Я же сейчас общаюсь со Спиридоном Тремифунским. Я встала прямо рядом с подъемником, достала телефон, открыла там Акафист и начала читать Акафист. Вы вслух читали? Да, я вслух читала, конечно. И я прочитала несколько кондаков и икосов, прозвенел звонок, который предвещал, что сейчас подъемник будет запущен. Я продолжила читать Акафист, и через несколько минут подъемник запустили. Причем до этого сказали, что два часа не меньше, прошло всего лишь минут 15, и подъемник был запущен. Вы представляете, Регина? А внизу моя подруга успела каким-то чудом спуститься вниз, им тоже объявили не ждите, подъемник не работает. Это настоящее чудо. Как минимум, да. Я посмотрела в небо, поблагодарила Спиридона Тремифунского, и пока я спускалась вниз, я дочитала весь Акафист. Это потрясающе было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова